В Большом театре в Москве прошла презентация книги «Надежда Павлова. Большое интервью с балериной». Наша землячка, знаменитая на весь мир балерина, сегодня редко общается с журналистами, но ради этого события сделала исключение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сама балерина не любила рассказывать о себе и о своей жизни. Она впервые так подробно, сама Надежда Васильевна рассказывает о жизни, о каких-то важных профессиональных моментах. Естественно, мы касались в большей степени профессии, но в каком-то смысле биографии и, может быть, того как раз важного, что не зависит от эпохи. Помимо интервью самой балерины, в книгу вошли воспоминания и отзывы о ней, ее педагогов, партнеров, учеников, восторженных зрителей. Огромное количество фотографий, но практически все старые и хорошо известные. И лишь после долгих уговоров Надежда Павлова согласилась на одну фотосессию. Для меня она как пушинка. Такое ощущение осталось, что она очень легкая, какая-то ранимая, вот такая немножечко трепетная. Министр культуры Светлана Каликова вручила нашей землячке памятную медаль, посвященную 100-летию Чуваши. У республики богатая история. И одна из самых ярких страниц вписана великой балериной. На родине Надежды Васильевну помнят и любят, и надеются на сотрудничество. Ну, подумать просто, конкретно какие-то дела сделать и оживить как-то культурную жизнь своей Чуваши. Давно там не была очень. Что же касается книги о великой балерине, то она непременно дойдет до Чуваши. Об этом стороны уже договорились. Книга, посвященная Надежде Павловой, большое интервью с балерины, она вышла действительно ограниченным тиражом. Тысяча экземпляров. Вышла она в конце 2020 года и на сегодняшний день практически не осталось. Книг в продаже. Но мы провели переговоры с издательством и в ближайшее время будет издано порядка 200 книг в дополнительный тираж для библиотек Чуваши. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика, из Москвы.